наварился на бирже в могилёве пресеченная деятельность криптовалютчика протяжении месяца проводил операции покупки продажи криптовалюта какая сумма фигурирует в деле обогащающие счеты правоохранители выявили преступную бухгалтерскую схему за три года женщины присвоили себе более 163 тысяч рублей что грозит фигуранткам палящий огонь в бобруйске спасатели ликвидировали пожар гаража к счастью пострадавших нет до чего не добра вось пламя это сирена громкие чп за неделю и страшная правда из жизни города мы уложимся ровно в минут засекайте родился в рубашке светлогорский из окна 9 этажа выпал ребенок все произошло в мгновение ока в момент трагедии в квартире находились двое взрослых и полуторагодовалый малыш когда мама мальчика отлучилась из комнаты ребенок забрался на подоконник состоящего у окна дивана и оперевшись на москитную сетку упал вниз на растущие у дома дерево пострадавший госпитализирован продолжение темы до экватора лета 20-24 меньше недели первая часть жаркого сезона прошла под эгидой страшных заголовков сми которые сменялись один за другим инфоповоды разные проблема одна безопасность детей корреспонденты телеканала бобруйск 360 попытались найти корень зла спасти самое родное ежегодно огромное количество детей во всем мире становится жертвами несчастных случаев по статистике чаще всего это происходит из-за желания познать мир но как известно за чат несут ответственность родители малыши в силу возраста не могут осознавать опасность действий а взрослые оставляя их без присмотра даже на считанные минуты не задумываются за очень короткое время может произойти непоправимое конечно не оставлять одного тупенка у меня вообще трое детей вот сад если идти то надо всех брать все вопросы начинается в семье и плавно переходят в школу окружающая среда дети наши сегодня очень исключительно хорошие стараюсь чтобы он не лез куда надо говорю что нельзя там что-то сделать если там куда-то он захочет там пальцы в резетку засунуть естественно заглушки ставим чтобы обезопасить разговаривать с детьми объяснять им правила безопасности обучать родителям прежде всего в школе их учат на неделе страну всколыхнула новость в агрогородке в брестской области средь бела дня пропала четырехлетняя девочка первыми на поиски малышки выехали поисковый отряд из бобруйская сипович двое суток полторы тысячи людей прочесывали каждый сантиметр все беларусь молилась чудо не произошло тело ребенка нашли в техническом водоеме выехали мы около шести вечера туда мы прибыли пол первого ночи пошли зарегистрировались на штаб нам дали как бы участок для протеса наш участок находился примерно около шести километров меня поразил масштаб поиска о том что как бы было всего около 1500 людей независимо от того что на данный момент это был поиск на самом дальнем расстоянии в котором мы принимали у нас дорога заняла около семи часов соответственно но несмотря на это как бы все ребята кто мог все откликнулись 5 июля в брестской области из окна третьего этажа выпала пятилетняя девочка родители старший брат отвлеклись на минуту ребенок засмотревшись в окно в какой-то момент опёрся на москитную сетку естественно она не выдержала нагрузки скорую вызвал очевидец трагедии он же сообщил родственникам и чп и такое происходит каждую неделю цена предотвращение беды 10 рублей сейчас я вам докажу что ручку с ключом может поставить абсолютно любой человек не имея никакого опыта еще одна опасность вода особенно актуальна тема в жару нет ничего лучше чем освежиться в водоеме в знойную погоду что и постоянно делают несовершеннолетние каждый водный объект имеющий даже небольшой абсолютно объем воды опасен особенно для маленьких детей начался дачный сезон надо еще раз всем осмотреться на своих участках частной подворья дачах вот эти вот емкости старые выворки ванны какие-то бочки которые мы используем для полива огорода с водой шутки плохи на днях сотрудники освод спасли двух бобруйчанок 10 и 13-летние девочки пошли купаться на реку не думая о последствиях заплыли за буйки и начали тонуть вовремя поднявший тревогу очевидец спас жизнь сестрам на призыв тут же выехала дежурная бригада в считанные секунды школьницы были доставлены на берег а вот 17-летнего подростка который на спор решил переплыть березину искали несколько дней тело извлекли из одной из самых глубоких точек конечно мы напоминаем еще и молодым мамам будущим мамам о том что для малыша гораздо больше угроз существует это какие-то мелкие предметы острые предметы это радиаторы это окна и подоконники шуфлятки все возможные химические вещества от внешних причин ежегодно гибнут порядка 150 детей отравление выпадение из окон пожары дтп это далеко не полный список ситуаций которые могут привести к трагедии для того чтобы напомнить родителям как уберечь детей от беды следственный комитет запускает информационную кампанию по профилактике гибели и травмирования в летний период жизнь безопасности помните никакой суп чистый пол выглаженная рубашка не стоит жизни самого дорогого на свете биржевые операции могилевские правоохранители пресекли деятельность несовершеннолетнего криптовалютчика выявить правонарушителя смогли сотрудники отделения по противодействию киберпреступности незаконным оборотом крипты занимался 17-летний учащийся одного из колледжей областного центра молодой человек на протяжении месяца проводил операции покупки продажи криптовалюты специализированных биржах полученную прибыль увозила через открытые в различных банках своими счета его нелегальный заработок составил более 26 тысяч белорусских рублей подросток привлечен к административной ответственности за незаконное предпринимательство предусмотрен крупный штраф и обращение в госдоход прошедшие криптовалюты грабеж на пару сотрудники убэп совместно с кричевскими правоохранителями выявили преступную схему обогащения двух бухгалтеров одного из районных предприятий финансовые махинации провернули 59-летний главбух и и 42-летняя подзельница владея ключом доступа от электронного счета предприятия они в сговоре на протяжении трех лет необоснованно перечисляли себе денежные средства таким образом за три года женщины присвоили себе более 163 тысяч рублей причем более 73 тысяч были перечислены на банковскую карту сожители одной из фигуранток который об этом даже не знал захищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело фигуранткам грозит до 12 лет лишения свободы огненная угроза в бобруйске горел гараж 3 июля огнеборцам сообщили обушующей стихии по улице розы люксембург спасатели оперативно выехали на место происшествия по прибытии горела кровля внутри помещения создалось плотное задымление хозяева в это время находились на улице специалисты быстро справились с огневой угрозой в результате данного пожара уничтожена часть имущества повреждена кровля повреждена стена из-за взрыва газового баллона к счастью пострадавших нет над причиной работают специалисты причины пожара устанавливаются мчс напоминает берегите себя и свое имущество в случае чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по номеру 112 это была сирена ну а больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе и соцсетях и а роман костюков увидимся через неделю а